Рекорды страны на телерадиоканале Страна ФМ Но до этого давай напомним, что телерадиоканал Страна ФМ и Книга рекордов России представляет вот эту рубрику рекорды страны, которые каждый раз здесь по понедельникам с 10 до 11 на телерадиоканале Страна ФМ Да, абсолютно верно. Итак, друзья, прямо сейчас рекорд, на котором мы не просто расскажем, но и который можно будет прямо сейчас увидеть на телерадиоканале Поэтому если у вас только звук, не надо звук, подключайте изображение и смотрите все, что будет происходить в ближайшие минуты здесь у нас Про изображение прям пару слов. Страна ФМ, страна.фм это наш сайт и 742 кнопка Триколор ТВ, а также приложение в ваших гаджетах. Итак, начнем Давайте. 26 декабря 2015 года Максим Чурсанов установил рекорд по отжиманиям, но это были не совсем отжимания, не простой рекорд Отжимания на большом пальце руки, вот на этом, с отягощением плюс 10 килограммов Я даже не могу себе представить, как это он, он на одном пальце, на одной руке А мы сейчас все это увидим, но подожди, я еще скажу, что при таких условиях Максим смог отжаться целых 4 раза Слушай, какой он классный, а вот он после этого смог вот так вот сделать у тебя пальцы? Найди Максима и спроси у него об этом. Итак, друзья, на большом пальце руки, с отягощением 10 килограммов Максим Чурсанов смог отжаться 4 раза Хочу увидеть этого человека А вот давайте прямо сейчас возьмем и посмотрим, как все это было Так Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Ну что, поехали Вот он Максим, вот он вешает себе... Отягощение Вот самый блин, 10 килограммов, который весит Ой, молоденький какой Максим Лера на одном пальце Мы-то думали на двух Он на одной руке отжимается Простите меня за этот странный звук, я просто изумлена, я даже не знала, что вообще вам может один палец выдержать вес Максим! Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Слушайте, мне нельзя искренне восхищаться, я когда искренне восхищаюсь, я начинаю себя неадекватно вести В общем, Максим, я вообще восхищена так, что нет слов, одни эмоции Мне, с одной стороны, очень жаль ваш этот палец, с другой стороны, у вас еще есть один палец, вы молодец! Валерий, для тебя хочу сказать, ну, кстати, вот рекордсмен Максим Чурсанов, который мы сейчас видели, о котором мы рассказываем, проживает в Воронежской области, село Гремячье, так оно называется Хорошее село Валерий, если ты воодушевлена, а ты воодушевлена, я это точно знаю, этим замечательным рекордом, ты можешь его побить, как и вы, друзья Что для этого необходимо сделать? Чтобы побить этот рекорд, установленный Максимом Чурсановым, необходимо отжаться с отягощением 10 килограммов как минимум 5 раз Есть смельчаки среди нас, но не Майорова Я сразу нет Ты сразу нет Я на двух руках Слушай, ну это потрясающе, я к тому еще говорю, что он очень молодой, Максим, вот он прям совсем юный, то есть ты представляешь, сколько надо тренировок Мне кажется, еще вот просто были какие-то вот спортивные такие предрасположенности, сильный организм, понимаешь? Я хочу прямо сейчас, вот будет у нас песня совсем скоро, я, наверное, как-то подупаду, прилягу слегка и попробую на одном пальце, без отягощения только Ты знаешь, ты сколько раз так говорил, просто ты предупадешь, приляжешь и поспишь, потому что... И не встану, или встану нескоро Друзья, еще раз, если хотите побить этот рекорд, вам необходимо отжаться на одном пальце руки с отягощением 10 килограммов 5 раз Да? Вот пробуйте, и возможно в один из понедельников в рекордах страны, здесь на стороне ФМ, а вам, а вас раз Я просто представляю, как я уже начинаю отжиматься, мне становится как не по себе, это нелегко мне уже заранее А мне кажется, вот отжиматься вот под лепреконцы, это самое то Самое оно, кстати, да, и не быстро так, не быстро Суть угощения Мы скоро вернемся Вот, Кутузович, никогда не переживай, ты не пропадешь, потому что я с тобой и я тебя спасу Я думал, ты скажешь, я твоя звезда Ну, это я, это само собой, это даже по умолчанию Боба, привет Я твоя звезда, в хорошем смысле, в товарищеском На работе В рабочий момент Друзья, что мы сейчас начали Мы сейчас пытались установить рекорд по Пурге в эфире Да, 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 да На этом мы его и закончим, пожалуй Итак, рекорды страны прямо сейчас на телерадиоканале Страна ФМ Мы рассказываем о самых интересных, впечатляющих, фантастических и удивительных рекордах, которые поставили наши соотечественники Совершенно верно Ну и, знаешь, давай уже хочется как-то первого снега некоторым Хотя мне еще не хочется Но если так подумать об этом, да То есть у нас рекорд, который произошел в 2014 году 18 ноября в Великом Устюге Это родина Дедушки Мороза, чтобы вы знали, да, ведь я ничего не путаю Произошла самая массовая игра в снежки Вот бывает и такое, оказывается Рекорд установили на празднике в честь дня рождения зимнего волшебника А нас не приглашали почему-то В игре приняли участие гости, приехавшие поздравить именинника Всего набралось 412 участников Вот сейчас скажи мне прямо на скидку Ты когда в последний раз сыграл в снежки? Недавно, прошлой зимой, кстати, говорили Серьезно, да, да, да Было огромное количество людей, человек пять Вот, да, и я вот, знаете, я вот так вот выхожу, беру вот этот снежок холодный Я его прямо так фиху и не играю Слушай, давайте посмотрим, вот какой рекорд был установлен прямо сейчас Все это на стране, поехали Рекорды страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» Итак, что? Оооо, даже мы не ожидали этого Слушай, я бы почему-то думала, что там будут такие сугробы, а ничего, там все расчистят Слушай, а на скидочку там человек пятьсот четыреста Обрати внимание, человек-то человек, это дети в основном, кто Дедушка Мороза приехал поздравить с днем рождения Вот такая сказка, представляешь, приехали на день рождения Рекорды страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» Я говорю, приехали на день рождения, да еще и оторвались как следует, потому что детей вот хлебом не корми, дай снегом покидаться Ну что, смотрите, значит, тропа сказок на целый день превратилась в праздничный переполох И мы весь этот переполох сейчас наблюдали с вами, кто смотрел нас Дересные жители проводили самые необыкновенные и смешные игры и забавы для гостей И в числе этих забав и был установлен вот этот рекорд Я знаю, что хочу сказать? Я хочу сказать, что целых 15 минут они, я не знаю, боролись снежками Неизвестно, кто победил, видимо, победила дружба Но ты представляешь, 15 минут вот это вот холодное комкать и кидать Комкать и кидать, это же вот молодцы, ребята Но, конечно, 9 октября это звучит старноваться С другой стороны, у нас покровка 14 числа Да уже скоро снег выпадает Ожидаем, ожидаем снежок и будем устанавливать рекорды Кстати, друзья, если вдруг кто-то из вас захочет установить подобный рекорд Вернее, побить вот предыдущий, о котором мы вам рассказали Необходимо что сделать? Необходимо, чтобы выигрев снежки, приняло участие на 10% больше человек Чем в установленном и нами вам показанном только что рекорде Ну, да, и вот я вот сейчас подумала, что можно ведь и на этот день рождения к дедушке махнуть Потому что обычных специальных дней рождения в отчине Деда Мороза устанавливают главную новогоднюю еле Красивые световые фигуры Построят новые объекты Откроют обновленные комнаты в тереме И повсюду будут сиять фонарики, герлянды Я вот завидую этим детишкам Я тоже хочу, я взрослая тетенька, но я хочу на день рождения к Деду Морозу А у меня еще один вопрос, там еда там будет какая-нибудь? Снежками будут кормить тебя Хочется еды Но, кстати, друзья, вот не договорил я еще Значит, если захотите побить рекорд, о котором вам только что рассказали Там было 412 человек, которые боролись снежками, как Лера говорит И абсолютно правильно говорит Значит, у вас должно быть на 41 человека больше То есть минимум в этом процессе борьбы с снежками должно принять в части 453 участников Ну, это не такая большая цифра, я уверена, что до первого снега вы ее соберете Дерзайте Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Ну что, еще раз всем здравствуйте, кто к нам только что присоединился Я напоминаю, что, как обычно, по понедельникам телерадиоканал Страна.ФМ Совместно с Книгой рекордов России продолжает знакомить вас с самыми яркими и свежими рекордами Которые произошли на территории нашей необъятной Родины Ну и давайте очередной рекорд Итак, 12 апреля, день космонавтики, в 2015 году в Челябинске состоялся автопробег Посвященный первому полету человека в космос Который состоялся, как мы знаем, в... В каком? В 1961 Запоминает, надо знать А я тебе тоже какой-нибудь такой вопрос задам, чтобы ты не знал Итак, друзья, по завершению автопробега был установлен рекорд изображения ракеты Составленная из наибольшего количества автомобилей Слушай, классно, 111 машин образовали гигантскую трехступенчатую ракету Внутри которой находился иллюминатор и красовалась надпись SSSR Я не могу себе представить, что 111 машин и вот большая ракета Огромная ракета получилась А чем тебе представлять? Ты можешь посмотреть Это прямо сейчас на нашем экране на телерадиоканале Страна.ФМ Давайте-ка заряжайте Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка, 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 что такое? Это Челябинск, кстати говоря И вот автомобили, из которых потом будет... Пока еще не видно, да, конфигурация? Площадь революции, между прочим Да, 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 да Они на ходу все еще происходило А, вот они выстраиваются Значит, машина подъезжает и выстраивается в огромную ракету Всего в рекорде приняло участие 111 машин Собственно, они и этот рекорд свершили Слушай, Влад, ты только подумай Это такая сложность действий Это же машина Смотри, СССР Сколько же они готовились, как они тренировались Это, блин, это очень здорово Это же пробка могла возникнуть Они на площади, они не на дороге Они молодцы Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Ну, смотри, тут вот есть некая выдержка из интервью Главное, что со стороны все смотрелось, как и запланировали Стыковка всех ступеней произошла точно и в расчетное время Наибольшая проблема, в кавычках, пришла откуда не ждали Желающих принять участие было так много Что, в принципе, можно было бы составить еще одну ступень Рассказал руководитель автодвижения Александр Багда С одной стороны, легкий такой, да, вот, рекорд Ну, как бы ничего не надо поднимать Тяжелый там, да, что-то такое делает Нет, это же нужно какое-то масштабное видение иметь Как это все расстарить Каждый должен запомнить своего соседа, к которому он пристраивает Ну, вот я хорошо сказал Я к тому и клоню, что это же надо Вот действительно сделать А просчетное время еще было Чтобы все ступени по частям собирались По правилам В порядке возрастания Потрясающий рекорд Очень вами гордимся, Челябинск Давайте еще, еще одну ступень Еще вам площадь нужна Ну, и, друзья, этот рекорд вы тоже при желании можете побить Для этого необходимо сделать что? Необходимо, чтобы в изображении ракеты приняло участие на 10% больше автомобилей, чем в установленном рекорде В установленном рекорде было 111 автомобилей А вам нужно, чтобы в вашей конфигурации из автомобилей было 122, человек хотел сказать, 122 машины Да, людей может быть больше, там же посадочных мест гораздо больше Ну, Александр Богданов, видишь, как сказал, интересно, что желающих всегда больше Поэтому, я думаю, с этим проблем не будет Нужно просто найти единомышленников и даже в чатике в каком-нибудь интернетике списаться И говорить, ай да, составим ракету и пойти Мне кажется, даже проще организовать в одном из мессенджеров специальную группу Туда своих знакомых всех друзей Ой, смотри, какой современный И поехали В чатике общаюсь еще Ну, в общем, смысл в том, друзья, что рекорд замечательный И я думаю, что у вас удастся его повторить как раз к следующему дню космонавтики А совсем скоро у нас викторина Серьезно? Угу Кепка вы разыграем Будьте с нами, слушайте внимательно Это телерадиоканал Страна.ФМ Хорошая песня Слушай, как хорошо выходить из отпуска Я прихожу и у меня прям вот день премьер Я не видела этот клип Вот теперь ты увидела Но он классный Да И две Маши классные, как всегда Да, да, да Ну, а прямо сейчас на телерадиоканале Страна.ФМ продолжается наша понедельничная рубрика под названием Рекорды страны Слушай, ну и прямо сейчас у всех, кто нас слушает и смотрит, есть возможность выиграть кепку, эксклюзивную с логотипом телерадиоканала Страна.ФМ В которой можно щеголять на пляже, а также скрываться от дождя И которую нельзя нигде купить, ее можно выиграть только у нас, что совершенно естественно Итак, вопрос следующий, зачитаю? Давай Пожалуйста Слушайте, летом 2005 года участники клуба путешественников под названием Робинзонада затели кругосветочку, решили затеть кругосветку И попали в Книгу рекордов России как участники кругосветного путешествия с использованием, внимание, наибольшего количества средств передвижения Интересно Итак, внимание, вопрос, сколько средств передвижения, вот этих самых, использовали рекордсмены в своей кругосветке? Даем вам три варианта ответа Вариант номер один, 28 средств Вариант номер три, 35 Или 41 средство передвижения, как вы считаете? Как тебе так сказать? Вариант номер три после первого, что-то у меня получилось Значит, первый вариант 28, второй 35, а вот третий 41 Так так много цифр В общем, смотрите, номер ватсапа и вайбера 8909-928-189-9, давайте шестой, кто пришлет нам правильный ответ, получит кепку И я предлагаю еще раз все-таки зачитать вопрос, потому что он не прост Пожалуйста, сколько средств передвижения использовали рекордсмены в своей кругосветке? 28, 35 или 41 Да, вот теперь все понятно 8909-928-189-9, пишите шестой Ответит, заберет подарок, итоги в конце программы Да, ну а мы продолжаем рассказать о самых удивительных и уникальных фантастических рекордах Самая большая частная коллекция монет в России была собрана Рекорд сей был зафиксирован в январе 16-го года Обладатель самой большой частной коллекции монет в нашей стране Проживает в городе Лобня, Московского Хорошо, ему там Недалеко от меня Зовут его Салаев Артур Валерьевич А ты выдвигаешься уже к нему? Хотелось бы съесть, навести человек Коллекция рекордсменок к моменту установления рекорда Насчитывала 4020 монет ровно Наибольшее количество человек одновременно Стоящих на подвесном пешеходном мосту в России 30 сентября 2017 года Была установлена эта рекорда Да, в скайпарке в Сочи Наибольшее количество людей на подвесном пешеходном мосту Там стояло 373 человека на высоте 207 метров Да, абсолютно верно Ну и еще один рекорд, о котором мы успеем рассказать Самая массовая динамическая стойка на руках 8 сентября 2013 года 100 человек ровно встали на руки И образовав огромную букву Ч Это первая буква названия города Челябинска, естественно На площади революции Простояли там более 20 секунд Как смотри, Челябинск прям зажигает от души Говорят, что челябинские мужики Настолько суровы, они вот с творческим подходом К своей суровости Сила есть и есть возможность показать ее красиво И склонны к рекордам Склонны к рекордам Друзья, совсем скоро, через несколько минут Мы объявим нашего победителя сегодняшней викторины Друзья, рекорды из страны Продолжаются прямо сейчас на телерадиоканале Страна.ФМ Чуть позже мы назовем победителя Он у нас уже есть, правда же? Есть, да А пока об очередных рекордах страны Слушай, ну давай начнем Самый холодный забег в мире Между прочим, на минуточку Не только в России Международное название Сибириан Айс Халф Марафон То есть Марафон здоровья по-сибирски Это я вам перевожу, Влад Спасибо, мы бы и не догадались Вижу в глазах, что вы же не понимаете Ежегодное легкоатлетическое соревнование По бегу на длинные дистанции В зимний период на территории России Имеет неофициальный статус Самого холодного массового забега в мире А зря они официальны Могли бы и официально Проходит он в Омске И проходит он обычно 7 января Еще успеешь, Влад, закалиться и побежим Задумался уже, надо готовиться потихонечку Рекордная низкая температура Во время соревнований Была зафиксирована в 2001 году Когда столбик термометра Упал до 39 градусов ниже нуля Ужас! Участникам соревнований В этот день было предложено Вне зависимости от того На какую дистанцию они были заявлены Ограничиться бегом на 6 километров Тем не менее 13 бегунов преодолели Полную марафонскую дистанцию Представляешь? А марафонская дистанция полностью Это 21 километр 97,5 метра Слушай, ну круто Но есть вот рекорды, которые мне особенно нравятся Как человек, который неравнодушен к еде Есть такой рекорд Наибольшее количество жареной рыбы Бесплатно розданы на мероприятия Это вот прям моя тема вообще Слушай, да не только твоя Я тоже готова 7 сентября 2013 года в Магадане Было организовано мероприятие В ходе которого было бесплатно роздано 553 килограмма жареной рыбы Полтонны практически Организатор мероприятия Мэрия Магадана Мэрия города Москвы Не хотите ли вы повторить И как-то вот можете Ассортимент разнообразить Жареный, копченый Мы все придем есть Подгоните рыбки уже Подгоните, пожалуйста Мы с удовольствием Мы поучаствуем Ну и от рыбки кошки Наибольший возраст кошки Самая старая кошечка в мире Зафиксирована в 2016 году Самая старая кошка Живет внизу В Калининградской области Поселочек такой породы Сиамский Завод Пуша И Пуша родилась в 96 году На момент фиксации рекорда Ей было 20 лет и 43 дня Старенькая Ну и Пуша вообще не сдается Ну что, друзья Как обещали Прямо сейчас подводим итоги Нашей викторины Итак, правильным Или правильным Кто у нас? Правильным шестым По счету отметил нам Михаил Его телефон заканчивается На что? А ты знаешь Тут такая штука Что ты нажимаешь Вайбере информацию Потом ты нажимаешь на Михаила Все, не нажимай Тогда я скажу 68 Вот, отлично Итак, клуб путешественников Робинзонада Летом пятого года Провел кругосветное путешествие 56 суток И использовал во время него 41 средство передвижения Это правильный ответ Это правильный ответ Владимир? Михаил Извините Михаил нам и прислал Михаил, принимайте поздравления Кепка ваша Да, вне эфира с вами свяжутся Вам все расскажут Поэтому поздравляем И с тем, что наш понедельник С тобой уже, Влад Сбершится Друзья, заходите на Книга рекордов России.ру Там все про рекорды И фиксируйте свои рекорды Валерия Майорова Влад Кутузов Вернемся к вам завтра Всем пока Любим, думаем, пока